главного соперника на 14-м круге, однако Лоренцо не сдавался до самого финиша и проиграл действующему чемпиону мира лишь 732 тысячные секунды. Гонка стала словно зеркальным отражением прошлогоднего этапа, когда Лоренцо вырвал победу Маркеса на последнем круге. Замкнул первую тройку партнёра Лоренцо по Ямахе Валентина Росси, который провёл в королевском классе 246-й этап и побил рекорд Алекса Барреса. Это всё на сегодня. Наш следующий выпуск будет посвящён Грам-при Италии в Формуле-1. Двойная победа немки Сандры Ауфард на всемирных конных играх в Нормандии. Ауфард завоевал награды высшего достоинства в индивидуальном и командном конном троеборье. В индивидуальной дисциплине она лишь 0,3 балла выиграла у своего партнёра по сборной олимпийского чемпиона Лондона Михаэля Юнга. Юнг прошёл дистанцию конкура финального вида программы без единой осечки, гарантировав Германии победу в командном зачёте. Выступавший после британец Уильям Фокспит, однако, ещё сохранял шансы даже на индивидуальное золото. Однако осечка на одном из препятствий отбросила его на бронзовую позицию. Великобритания завоевала также серебро в командной дисциплине. Бронза здесь у сборной Голландии. Эту минуту вам представил Ролекс. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Германия организует поставку оружия курдским формированием Пешмерга на север Ирака в надежде, что это поможет борьбе с исламским радикализмом на Ближнем Востоке. Субтитры подогнал «Симон» 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 вслед за объявленным присоединением земель на западном берегу реки Иордан. Участок размером 400 гектаров, недалеко от Вифлеема, объявлен государственной собственностью. Это решение весьма неоднозначно приняли и в самом Израиле. Это заявление правительства Израиля о новом территориальном расширении – значительное событие. Мы уже пару десятков лет подобного не слышали. Вместо усиления позиций палестинской администрации по отношению к Хамас, такие действия – это буквально удар в спину Махмуду Аббасу и всей умеренной общественности в палестинской автономии. По заявлению Тель-Авива, земля не будет использована для расширения зоны поселений. А по мнению израильских СМИ, это реакция на убийство в этом районе страны трех еврейских подростков в июне этого года. В принципе, мы против любых скороспелых изменений на землях западного берега. Нам необходимо сначала установить здесь стабильный диалог, заявил министр финансов Израиля. В палестинской администрации считают, что это решение Израиля лишь раздует огонь на все еще тлеющих руинах недавнего военного конфликта с Хамас. На территориях западного берега реки Ордан, где проживают 2,5 миллиона палестинцев, живут также около полумиллиона еврейских поселенцев. В Ливии представители одной из исламистских группировок объявили, что ими захвачен жилой комплекс посольства США в Триполи. Эту информацию подтвердила и посол США в Ливии Дебора Джонс. ...постоянием нескольких исламистских группировок. Боевики, взявшие под контроль... ...все сотрудники... ...и, слава Аллаху, никаких волнений больше нет. В минувшее воскресенье боевики этой же группировки заявили о захвате столичного аэропорта. Десятки человек погибли в ходе боев за аэропорт и другие стратегически важные объекты, в том числе и во втором по значению ливийском городе Бенгазе. Вооруженное противостояние не прекращается в Ливии уже три года с момента свержения Муамара Каддафи. На фоне продолжающихся боев на востоке Украины и перехода города Иловайска под контроль сил ДНР, в понедельник в Минске должны в очередной раз собраться участники трехсторонней контактной группы Украина-Россия-УБСЕ. Цель – консультации по урегулированию кризиса на востоке Украины. Возможно, во встрече также примут участие представители руководства ДНР. В воскресенье свое мнение о дальнейшей судьбе восточных районов Украины высказал президент России Путин. Нужно немедленно приступить к субстантивным, содержательным переговорам и не по техническим вопросам, а по вопросам политической организации общества и государственности на юго-востоке Украины с целью безусловного обеспечения законных интересов у людей, которые там проживают. Между тем, в субботу вечером украинская сторона передала России девятерых задержанных российских десантников, а в ночь на воскресенье 63 бойца национальной гвардии были переданы Украине. В Москве считают, что это событие нельзя рассматривать как обмен пленными, поскольку две страны не находятся в состоянии войны. На выборах в восточно-германской земле Саксония, несмотря на сильное падение своей популярности, победили соратники канцлеров РГ из партии «Христианско-демократический союз», набрав 40% голосов. Неожиданного успеха в Саксонии, где расположены Дрезден и Лейпциг, добились евроскептики из партии «Альтернатива для Германии». У них 10%. Поминальная месса в память о жертвах Второй мировой войны прошла в Варшаве. Ее отслужили польские и немецкие священники. Утром 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Это спровоцировало объявление войны в адрес Германии со стороны Англии, Франции и других стран, состоявших в союзе с Польшей. В Таллине прошли памятные мероприятия в честь 20-й годовщины вывода российских войск с территории Эстонии. Президент страны Томас Хендрик Ильвес в своей речи напомнил об историческом прецеденте присутствия иностранных войск на территории его страны, где весь советский период называют периодом оккупации. Редактор субтитров А.Семкин Обзор рынков представлен fxpro.ru для профессионалов Форекс. В последнее время Ближний Восток становится все более привлекательным для мирового бизнес-сообщества. Рынки, инвестиции, энергетика, их возможности и перспективы. Новости и аналитика от наших экспертов в Абу-Дабе в программе «Бизнес на Ближнем Востоке» на Евроньюз. Алихандро Валверде уступил красную майку лидера Вольта своему партнеру по команде «Мувистар» Найру Кентани. Это произошло по итогам девятого этапа испанской супермногодневки, который завершался подъемом первой категории сложности. В самой гонке были две основные интриги. В группе отрыва разыгрывали победу на этапе, а в группе фаворитов боролись за места и секунды в генеральной классификации. Лучшим в группе отрыва оказался колумбиец Виннер Анакона, который отцепил своих последних соперников за 6 километров до финиша. Гонщик велогруппы «Лямпро» и сам мог выйти в лидеры общего засчета. Однако основные генеральщики финальный подъем отработали очень мощно и съели большую часть своего отставания от Анакона. Найра Кентана финишировал вместе с Альберто Кантадором и Хаакином Родригесом из Хатюши. 23 секунды этой тройки проиграли Валверде и Крис Фрум. В общем зачете Анакона поднялся на 4 место. Позади Кентаны, Кантадоры и Валверде. Фрум и Родригес дополняют первую шестерку. Женская сборная Франции по дзюдо завершила чемпионат мира в Челябинске победой в командной дисциплине. В финальном матче соперником француженок была сборная Монголии, впервые добравшаяся до этой стадии турнира на мировом форуме. Первую очковую французскую копилку положила Пресцилла Нетто, а победная при счете 2-2 Одри Чумио, японом обыгравшая в категории до 78 килограммов Мунгтуя Батулга. Сборная Россия в матче за бронзовую медаль проиграла Япония. Российские дзюдоисты уступили японским соперникам и в командной дисциплине у мужчин, но уже в матче за золото. При этом по ходу финалы хозяева турнира ввели со счетом 2-0. Отличились Камаль Хан Магомедов и Денис Ярцев. Японцы сравняли счет после побед Токонори Нагаси и Машу Бакера и вырвали золото усилиями Рюшичинохи, одолевшую в абсолютной весовой категории Аслана Камбеева. Шичинохи заработал Япон после удержания Татэши Хогатами. Бронзу выиграли сборной Грузии и Германии. В голландском эродивизии ПВ принимал у себя в Вейнховене скромный Витас и еще в первом тайме организовал несколько хороших голевых моментов. Однако в эпизоде с ударом Лучана Нарсинга отменно себя проявил галкипер Витаса, а после дальнего удара Мемфиса Депая гостей спасла Прикладина. Подопечные Филиппо Коку добились своего во втором тайме после грубых ошибок защиты соперника. Первый гол на 48-й минуте забил Люк Де Йонг, получивший мяч штрафной площадки после нескольких рикошетов. Гости имели несколько моментов, чтобы сравнять счет, но в уже компенсированное время зевнули контратаку и пропустили в свои ворота второй гол после удара Адама Махера. 2-0. Четвертая победа ПСВ в четырех матчах. Победа южноафриканского гольфиста Хенни Отто завершился в Турине турнир европейского тура. Финальный раунд Отто прошел с четырьмя бёрдзи и избежал единственного возможного боги после великолепного выхода из бункера на 14-й лунке. Для Отто это третья победа на турнирах европейского тура, причем вторая в Турине. Обидное третье место занял шотландец Стивен Галлахер, не сумевший попасть в сборную Европы в Кубке Райдера. Около двух тысяч человек вышли в Германии на старт традиционного забега «Стронгмен», трасса которого представляет из себя модификацию армейской полосы препятствий – от грязевых и водных ловушек до отрезков со старыми покрышками. Уже пятикратным чемпионом этого популярного забега стал Кнут Хёляр. КОНЕЦ Этап в Чехии оказался лишь иллюзией. По итогам Гран-при Великобритании Марк Маркес вновь поднялся на верхнюю ступеньку подиума, записав свой актив в Сильверстоуне и одиннадцатую победу в сезоне. Об этом в нашей рубрике «Скорость». Чешская осечка ничуть не выбила Марка Маркеса из колеи. Гонщик Хонде вернулся на победный курс с чемпионской небрежностью, победив в острой дуэли Хорхе, Лоренцо и Дьямахе, для которого британская трасса является одной из любимых. Лоренцо лидировал большую часть гонки, выиграв старт. Маркес обошел своего главного соперника на 14-м круге, однако Лоренцо не сдавался до самого финиша и проиграл действующему чемпиону мира лишь в 732 тысячные секунды. Гонка стала словно зеркальным отражением прошлогоднего этапа, когда Лоренцо вырвал победу Маркеса на последнем круге. Замкнул первую тройку партнер Лоренцо по Ямахе Валентино Росси, который провел в королевском классе 246-й этап и побил рекорд Алекса Барса. Это все на сегодня. Наш следующий выпуск будет посвящен Гран-при Италии в Формуле-1. Формула-1. Решение военного ведомства Германии о поставке вооружений курдским формированием Пешмерга вызвало поток критики со стороны левой оппозиции. Формально поставка оружия в зоны военных конфликтов запрещена Конституцией страны со времен Второй мировой войны. Но в данном случае немецкие политики ссылаются на угрозу распространения исламского радикализма на Ближнем Востоке. Все эти меры полностью согласованы с нашими партнерами, так что это не просто единоличное решение с нашей стороны, говорит министр обороны ФРГ Урсула фон дер Лейен. Мы провели анализ тех видов вооружений, которых не хватает формированием Пешмерга. На север Ирака для курдских формирований будут доставлены противотанковые ракеты, сотни автоматов, гранаты и вспомогательное оборудование для ведения боевых действий. По заявлению Минобороны Германии, этих вооружений достаточно для экипировки 4000 человек. Между тем, по данным разведки, в Ираке на стороне исламистов сражаются более 400 граждан Германии. Силой безопасности Ирака в воскресенье сумели прорвать кольцо блокады, в котором два месяца находился небольшой город Амерли. Этот населенный пункт блокировали экстремисты группировки «Исламское государство». В наступлении участвовали подразделения иракской армии, шиитской милиции и курдские военизированные формирования Пешмерга. Сообщается, что на окраинах города, населенного преимущественно этническими туркменами, еще продолжаются бои. Перед началом наступления иракской силы, американские самолеты нанесли удары по позициям исламистов. В субботу из Амерли иракским ВВС удалось эвакуировать десятки женщин и детей. Мирному населению была сброшена гуманитарная помощь. На фоне продолжающихся боев на востоке Украины и перехода города Иловайска под контроль сил ДНР в понедельник в Минске должны в очередной раз собраться участники трехсторонней контактной группы «Украина-Россия-УБСЕ». Цель – консультации по урегулированию кризиса на востоке Украины. Возможно, во встрече также примут участие представители руководства ДНР. В воскресенье свое мнение о дальнейшей судьбе восточных районов Украины высказал президент России Путин. Нужно немедленно приступить к субстантивным, содержательным переговорам и не по техническим вопросам, а по вопросам политической организации общества и государственности на юго-востоке Украины с целью безусловного обеспечения законных интересов у людей, которые там проживают. Между тем, в субботу вечером украинская сторона передала России девятерых задержанных российских десантников, а в ночь на воскресенье 63 бойца национальной гвардии были переданы Украине. В Москве считают, что это событие нельзя рассматривать как обмен пленными, поскольку две страны не находятся в состоянии войны. По последним данным, шесть человек стали жертвами трагического инцидента в парижском пригороде Ронни и Субуа. Здесь накануне обрушился жилой дом, предположительно из-за утечки газа. Спасатели до сих пор пытаются найти двоих жильцов, чья судьба остается неизвестной. По данным местных властей, 11 человек ранены. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших члены одной семьи, мать и двое детей, 14 и 18 лет. Позже были найдены тела еще одной женщины и молодого человека. Поисково-спасательные работы велись всю ночь и продолжаются сейчас. Около 70 спасателей работают на месте трагедии. Используются специально обученные собаки. Среди пропавших пожилая женщина и мужчина средних лет, которые проживали на первом этаже дома. Тяжело больной мальчик, которого забрали из британской больницы его родителей и увезли в неизвестном направлении, найден в Испании. У пятилетнего Аши Кинга диагностирована опхоль мозга. Мальчика и его родители обнаружили в одном из отелей близ Малаги, сообщил представитель испанской полиции. Ранее отец мальчика записал видеообращение к властям. Я очень прошу, прекратите это преследование. Мы заботимся о нашем сыне, у него все нормально. Поговорите с медсестрами. Мой сын улыбается. Мы относимся к нему по-семейному. Мы хотим лишь, чтобы нас оставили в покое. Он очень болен. Я просто хочу, чтобы его лечение продолжилось в другом месте. Мальчик был объявлен в международный розыск в четверг. О семье полиция сообщила администрация испанского отеля. Я видела выпуск новостей и узнала о причинах, почему их срочно разыскивает, о состоянии мальчика. Как только я увидела их, то позвонила шефу, и мы сообщили в полицию. Полицейские приехали через несколько минут и вызвали скорую помощь. Британские врачи говорят, что для ребенка необходим круглосуточный уход. Сейчас мальчик находится в одной из испанских больниц. Его родители задержаны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин